Намерения о сотрудничестве ректор университета и руководители крупных спортивных баз города закрепили в специальных договорах. Их вуз заключил с Федеральным центром подготовки Югспорт, Ледовым дворцом Большой, горнолыжными курортами Роза Хутор и Газпром, со спортивным комплексом Александра Карелина, а также со Всероссийским детским спортивно-оздоровительным центром, который работает на базе дворца Шайба в Олимпийском парке. Подписанные документы предусматривают организацию практики для студентов Олимпийского университета на базе этих спорт-объектов. Также предполагается организация семинаров, тренингов и даже совместная разработка тематики дипломных работ. Обязательно по всем курсам, даже если это краткосрочные курсы, вывозим ребят на объекты. На этих объектах они не просто щупают, они проникают вглубь, они понимают, как организовано управление, как правильно выстраивать работу с болельщиками, в том числе на местах, как правильно строить маркетинговую компанию и так далее. Подобный договор о сотрудничестве не так давно Олимпийский университет уже подписал Сочи автодромом. И теперь студенты вуза, которые учатся по специальности мастер спортивного администрирования, будут проходить практику на трассе Формулы-1 во время королевских гонок. Такую же практику проходили студенты первого выпуска университета на спорт-объектах во время Сочинской олимпиады. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.